Продолжение следует... В 1867 году паровой двигатель мотоцикла имел два качающихся латунных цилиндра с золотниковыми механизмами и кривошипно-шатунными передачами на заднее колесо. Сидение одновременно являлось водяным баком. Справа от него виден манометр давления пара. На вилке переднего колеса установлен тормоз с цепным приводом. Резиновых шин в 1867 году еще не было, поэтому колеса имели стальные обода. Продолжение следует... Затем их движение передается на другие механические части устройства. Движение поршня через шток, ползун, шатун и кривошип передается на главный вал, который несет маховик, необходимый для снижения неравномерного вращения. Пара из цилиндра выбрасывается в атмосферу или направляется в конденсатор. Чтобы поддерживать постоянное число оборотов вала при изменении нагрузки, на паровых машинах устанавливают центробежный регулятор. Он автоматически изменяет сечение прохода пара, направляемого в паровую машину или момент отсечки наполнения. Поршень создает в цилиндре парового двигателя две полости переменного объема. В них и происходят процессы сжатия и расширения. Поршень сжатия и расширения сжатия и расширения сжатия. Поршень сжатия и расширения сжатия и расширения сжатия. Поехали! Основное преимущество паровой машины, как двигателя внешнего сгорания, отделение котла от самой машины Это дает возможность использовать что угодно в качестве топлива, хоть хворост, хоть урановое топливо Что выгодно отличает ее от двигателя внутреннего сгорания Там для каждого типа требуется определенный вид горючего Интересный факт, паровая машина хорошо работает на больших высотах Причем эффективность двигателя не падает, а наоборот, растет, благодаря низкому атмосферному давлению К другим положительным качествам парового двигателя относятся Высокая надежность, возможность эксплуатации при значительных колебаниях нагрузки Допустимость продолжительных перегрузок, долговечность, низкие расходы на эксплуатацию, простота в обслуживании К недостаткам же можно отнести наличие кривошипно-шатунного механизма и низкий КПД по сравнению с другими типами двигателей Сегодня паровые машины нашли широкое применение в виде паровых турбин, которые работают как приводы электрогенераторов КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok